Вот оно, вот же, да? А вот, кафе Бегемот, да? Опа, итак, друзья, кто бы там ни был, мы сейчас заходим туда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пришла вас поддержать. А кто вы? Здравствуйте. Я у нас в Клоднице. Ты смотришь игры реальности? Серьезно? Балбей. Круто. Это очень круто. Привет. Я Юрец. Здравствуйте. Ира. Ира. Круто. Привет, я Катерина. Ира. Как у вас облик? Андрей, очень приятно. Здравствуйте. Игры реальности. Нам пришло задание приехать в кафе Бегемот и устроиться здесь на работу. И мы сейчас будем устраиваться. Сегодня, когда мы получили это задание, я сочинил стих про ваше кафе. Я бы хотел его прочитать. А в Африке где вы живете? Я в Нигерии живу. А почему в Африке? Почему? Работать? В институт Африки. Здесь вообще такие люди попадаться должны. Да? А чем именно? Изучаете Африку? Язык, традиции, культура, да? Ну, когда-то. Знаете, что мне нравится в Африке? Хип-хоп, который пришел в современное. Он же, ну, это танцы, песни. Это вся их культура оттуда. Самый аккуратный берет швабру и аккуратненько, стараясь много воды не заливать, протирает полы. Это ябло. Значит, самый морозоустойчивый. Погодите пальцами раскидываться. Берет ведрышко, тряпочками, еще эту тряпочку выдам. У нас есть три черные доски на улице. Так. Нужно их отмыть. Не вопрос. Значит, спасибо большое, что вы сейчас нам дали такую возможность. Огромная. Сейчас, смотрите, ты, Екатерина, полы, Юрец, пожалуйста, творческую программу и людей зазови, чтобы здесь полный зал был. После того, как полы. После того, как будут полы помыты. А пока, в принципе, если вам очень нравится играть в гитаре, то вы можете создать аккомпанементы для... Сейчас мы официально устроены на работу. Да, да, да. Да, ура! Мы на работу устроены, понимаете? Да, не суетимся. А где наши паспорта? Поняла. Ваши три. Наши три. Мы не хотим работать на других. Мы только на бегемот хотим. Я думаю, они могут понять меня. Ничего, ничего. Васич объяснит, что надо. Вот бегемот. Я с тобой пошел. Тут очень уютно. Тут разные фотографии с разных времен. Владимир Ильич. Даже есть господин Леонов здесь с легким паром. Здесь очень уютно. Можно прийти и реально посидеть в классной атмосфере. Сейчас ребята тут сделают чисто. И я пойду в холод зазывать народ. Девушка, у которой был бизнес. Просто на миллионы долларов. Сейчас... Вот на что мы готовы ради наследства и ради семьи. Вы понимаете? Голыми руками выжимает. Вась Васич, что делаешь? Слушай, я пашу как путь, потому что я хочу, чтобы в кафе бегемот было все хорошо. Чтобы сюда приходили гости. Чтобы здесь было много постоянных клиентов. Это не эти буквы надо стирать? Нет, не эти. Это что? Они стираются, кстати. Все просто промыть, да? Конечно. Офигеть. Васич, после такой работы этот Ягуар скоро наш будет, да? Юрец, Юрец, ты слишком многого хочешь? Давай хотя бы, чтобы у нас было Hyundai какой-нибудь. Солярис? Хотя бы Солярис. Хорошо. Хотя бы, это я правильно говорю? Ягуар. Здравствуй, девушка. Вы замужем? Я опаздываю. Вы опаздываете сильно? Я так могу не выйти замуж. Дайте мне задание в играх реальности. Я приду и выйду. Возьму вас суженную. Правда, знаете, вы слышали про игры реальности? Не слышали? Есть гаджет у вас? Пять секунд буквально. Нет, нет. Заходи, ты можешь давать нам задания личные. Так, Вась, Вася делает все четко. Здравствуйте. Как вы думаете, если мы так будем активно работать, этот Ягуар может нам достаться когда-нибудь? Я думаю, что он даже достанется вам сегодня. Да? Ничего себе. Понял, Вась, Вася, как у нас люди верят. Значит, надо мечтать и не просто мечтать. Не надо мечтать, а просто надо работать и верить. Потом и кровью. Можно мне волосы мои назначить? Конечно, Катерина Великая. Вот так. Да? Да. Я сделал это. Так, нажимаем тряпочку. Вот, пожалуйста, а вот как бы человек что делает ради семьи? Надеюсь, Ксю это посмотрит и оценит, что Катерина Великая. Моет пол в бегемоте, потому что это нужно нашей семье. Кать, хочешь я тебе помогу помыть пол? Нет. Точно? Мне прямо захотелось тоже сделать это. Подожди, подожди, надо показать доски. Вот, обратите внимание, эта доска чистая и эта доска чистая. Это у вас время. Мастер и Маргариту читали? Читала, но меня уже ждут в другом кафе. В другом кафе? Всех, кто ждет вас в том кафе, срочно сюда. Зовите их срочно сюда, срочно. Тут сейчас будет уникальная вещь. Ягуар разыгрываем. Игры реалити. Игры реалити. Игры реалити. Игры реалити. Я сейчас сделаю все, это моя работа. Ты себе сделал, я сделал. Все, кто есть, быстро в кафе Бегемот! Сегодня у нас! Здравствуйте, молодые люди. Скажите, пожалуйста, вы бы хотели сегодня зайти в кафе Бегемот? Честно, нет. Мастер и Маргарита читали? Такую погоду я не знаю. Когда-нибудь приходите сюда, потому что здесь очень здорово. Здравствуйте. Не хотите в кафе Бегемот? Очень хорошее кафе. Мастер и Маргарита читали? Там все по традициям. Не-не-не, лучше в Мастер и Маргариту. Куда вы, куда вы? Нет! Так, никто не хочет останавливаться. Здравствуй. Здравствуй, ты спешишь? Скажи, пожалуйста. Смотри, кафе Бегемот. Нет, спасибо. Мастер и Маргарита. Ты что там, знаешь, печеночный салат с печенью, знаешь, какой вкусный? А Любовь, как с Любовью у тебя пила? Все хорошо. Все хорошо? Слушай, ну все, хорошего дня тебе. Спасибо за это. Здравствуйте. Не уходите, пожалуйста. Это игры реальности. Это игры реальности. Это игры реальности. Девушка. Девушка. Срочно, срочно, срочно. Срочно, срочно. Открою срочно. Блин. Мастер и Маргарита, выпей кофейку немного. Брат, я сам раздаю. Ты сам раздаешь? Дай бедерку. Ха-ха, хорош. Привет, дружище. Смотри, тут кафе Бегемот. Мастер и Маргарита. Не желаешь зайти кофе попить? Он просто закрыл окно. Даже слова мне не сказал. Просто все. Ты посмотри, на какой я машине езжу. Ты по сравнению со мной шлипок майонезный. У тебя машины нету. Вот что думают люди, которые поднимаются. Когда я доберусь до своего наследства, я так никогда не буду думать. Кудряшка, привет. Ты спешишь? Скажи две секунды. Пошли в Бегемот кафе посиди вместе. Я тебя кофе им угощу. Я только в кофе работаю. А где ты работаешь? Ты замужем? Нет. Нет? А вообще планируешь в ближайшее время? Давай пятерку. Все, задание жду. Давай. Спасибо. Добрый вечер. Вы спешите. Пройдите в кафе Бегемот. Мастера Маргарита. Аккуратненько, уютно. Очень вкусный салат из печени. Вы так зазываетесь? Нет, не зазывает. Это игры реальности. Вы слышали об этом что-нибудь? Так, проходите. Правда, вкусно. Десять минуточек. Посидите, выпьете кофе. И я тогда выполню работу. Правда придете? Конечно. Да? Отлично. Я сегодня ваши желания исполняю. Спасибо большое. Отлично. Я вас жду так. Тут хорошо, уютно, круто. Да мы знаем. Я равно в другой стороне. Тебе в другой маленькой. Хорошая. Заработала. Так, я привел на людей. Вроде как хотя бы задание входит. На улице очень холодно. На самом деле все куда-то пропали. Но кто-то все-таки есть. Это мастера Маргарита. Чайку, салатик. Вкусно, правда. Очень вкусно. Мастера Маргарита. Ты что, не читала Булгакова, что ли? Булгакова не читала. Я говорю, Булгакова не читала. Здорово, братан. Не хочешь в Бегемот пойти кофе попить? А? Кофе попить в Бегемот, братан. Нет, спасибо. Ты тоже работаешь, да? Да, да. Это игры реальности у тебя? Ну, нет. У тебя тоже игры реальности? Слушай, ты тоже наследник из Оль-де-Катси. Братишка, кофе попить не хочешь зайти? Добрый день. Кофе не желаете попить в кафе Бегемот? Нет? Ладно, хорошо. Что там все? Это игры реальности? Давай, Сависич. Это игры реальности. Поехали. Чем я живу, ты тем же, чем живет любой мужик. С утреца голова не прибежит всему виной. Лили вискарек, это мой упрек. Хонду, Вадика, преток, вот народ. Что за войну вы воротите все вокруг? Я эклектик тут, или кто еще? Я земле кричу, это мой вам счет. Люди путают добро и зло, любовь и похоть, предательство и дружба. В лицо летит мой локоть. У каждого проблемы, все виноваты вокруг. Хочешь изменить же духу? Загляни в себя, мой друг. Это узкий круг, это твой пруд. Никто не скажет напрямую, все вокруг тебя пруд. Мужик, не мужик, если баба у него визжит, она поверила и потому тобой горит. Ай, запах ее и денег с утреца меня бодрит. Я свалю в Мадрид, почему нет, если путь открыт? Посадить дерево, построить дом, завести в маленьких детах и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, завести в маленьких детах и оказаться в нем. Любое ее слово заставляет меня плыть на ту сторону. Мне не все равно, так что я брею бороду. Любая делюга решается добрым добром. Побазарь с пацаном, если не лох, то вся ваша пыль окажется под ковром. Этим жестоким, но потрясным миром правят бабу, бабки и вежливый тон. По жизни немало знаю, ее никто не понимает. Все вынуждены жить по законам мироздания. Кто его знает? Никто. Поэтому я лучше возведу свой дом. Я никогда не буду в этом мире равнодушным. Обещаю быть послушным и богатым и везучим на всякий случай. Останусь немного мстительным, быть сообразительным, Найти капитал и носителя. Я люблю тебя, Сибирь, Москва, Сити, привет, и Питер. Воспитали пацана, чтобы был убедительный. Посадить дерево, построить дом, Завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, Завести маленьких деток и оказаться в нем. Посадить дерево, построить дом, Построить дом, и оказаться в нем. Завести маленьких деток и оказаться в нем. Спасибо. Но на этом наш творческий вечер еще не окончен. Буквально за несколько часов до приезда сюда, Я, когда мы получили задание, я сочинил стих. Где масло релось по травмайным путям, Где вскользь голова отделилась, Пришлось оказаться сегодня всем нам, И это у нас получилось. Где будет идти бал темноты, Где с Воландом будут общаться на ты, Где нет добрых, простых, злых или старших, Мы зовем вас сюда, на патриарш. Здесь встретит вас кот, кот-бегемот, И вкусный накормит зубавчай. И да, этот кот знает подход, Он будет учтив и краток, И в атмосфере мистических сил, И стильного интерьера, Я фантастических блюд тут вкусил, В комфорте сидя у портера. Кафе-бегемот! Отличное заведение! Хорошая сия, спасибо большое! Хорошо! Я, 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 я узнавался. Я очень непогонник стихотворения, Но у нас получилось очень мило. За две минуты, экстракт просто. Нам пришло задание, мы выставили... Короче, тут жесть, что произошло, Мы встретили людей, которые реально знают нас, Вы представляете? Привет! Как зовут тебя? Меня Настя. Настя? Привет, Настя. Я Юрец. Очень приятно. А Катерина? Так рада вас увидеть. А вас как зовут? Меня зовут Елена. Очень приятно, Катерина. Катерина, Юрец, Вась-Вась. А вот тоже наша поклонница, Ирина Петрова. Ирина Петрова, тоже наша. Ирина, это ваши поклонники, Катерина, Это вам от вашего фан-клуба. Ой-ой-ой-ой. У меня целый фан-клуб. у вас очень много поклонников, вы знаете об этом, что мы вас очень любим и ждем от вас каких-то интересных впечатлений новых спасибо большое, вообще очень приятно офигеть просто, афиг, что происходит представляете, я припарковалась практически сразу выхожу такая и думаю, где бар, в котором мы должны с подругой встретиться смотрю, идет моя подруга смотрю, идут ребята с проекта как называется? скажите, скажите как игры реальности это игры реальности ну что, ребят, мы не можем сейчас просто так уйти мы должны с нашими поклонниками посидеть где-то, присесть обязательно вы нас приглашаете? серьезно? отлично это игры реальности в общем, зашли мы в очень интересное место здесь это не бегемот а шла я вообще-то в бегемот за вас спасибо огромное за встречу реальное знакомство я решила своих кумиров отвезти ну не в дома но рядышком так и на нам гаде поедут домой спасибо да, мы доберемся охренеть они вообще крутые мы их любим мы его еще лучше, чем на камерах ну не представляете они настоящие они супер ништяк вокруг шум пусть так не кипишуй всё ништяк едем, едем в соседнее село на дискотеку едем, едем в соседнее село со своей фанатикой Нам сегодня фартануло, сегодня прекрасный день, в бегемоте прошло все круто, мы встретили своих друзей, я люблю называть их друзьями. Я верю, что у вас все будет, вы вообще большие молодцы, вы большие молодцы из большой буквы, мы вас очень любим и верим в вас. Спасибо огромное. Еп! Ты что с нами делаешь, ты зачем нас балуешь? Ну я хочу вас накормить, что-то сделать для вас приятно, для вас, героев, моих любимых. Нам так приятно вообще. Я в шоке. Ага, короче, мы сейчас набрали, чтобы вы знали, на 300 еды. Вот такой чек вроде бы длинный. Три реальности набирайте, реалити-шоу, прямо сейчас можете набрать. Три тысячи триста шестьдесят восемь рублей тридцать девять копеек. Ребята, это просто бомба, мы садимся в тачилу. Три тысячи триста шестьдесят восемь рублей тридцать девять копеек. Три тысячи триста шестьдесят восемь рублей тридцать девять копеек. Мы едем домой, почти доехали. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Три тысячи триста шестьдесят восемь рублей тридцать девять копеек. Три тысячи триста шестьдесят восемь рублей тридцать девять копеек.